Девушки отдыхают 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 Должение следует... в 2019 году 3 месяца. Лидии в 1 месяца, в 12 месяц. Причем зато эти лидии, очень просит viel для лица, чем зато в 3 месяц. В этой иной в 3 месяце. Да, geleевая лидия в COVID-19. В этом случае, в этом случае, соответственно, это Lockdown-Dokano. Просто где-то и все, дело в коленей и не время . Овайте, lasting. Но в прошлом году, в кавaki-карте году, стоить на окружающую сумму 3 раза, в 6-ю ясно, я больше ничегоOt. В нем больше. В 9-ю ясно уже больше, уже несколько, в месяц примерно, перечисленок своего уровня. На этот момент мы смотрим, как два дня в мире, но если в мире обходов, тоanni в мире уже достаточно, в том, что если в мире не корочеится, потому что желание плохо, чтобы продолжить старое имя, для жизни. Смотрите продолжение в следующей части. Совершенно хорошо И все это доставило По такому, в мире, в мире очень хорошо Большая, как китайские люди И это очень джековая В рынке тоже в порядке В рынке тоже в порядке И в мире не работал В автюре людей А в других полезных странах В Certificации banyak В рынке крайне ж dosтое В городе не уделяю В городе очень скрытая В 1 году 5% Она очень крепкая В 07 и 06 году Нет, около 10% Организация в районе И так уже как в рубеже Родина была максимальной Доброе утро! 对加拿大经济大幅度的冲击 像这种金融风暴 政府就出面 就是制住了一个制定 就是作为一个政府担保计划 待会我跟大家讲一下 那个政府担保计划 那加拿大政府这么 就是说非常制度好 然后银行的这个 比较保守 造成了这一次金融风暴受冲击最小 这是在这个先进的国家 那中国 大家都中国来了都知道 中国这次受冲击的也是最小 为什么 其实就是因为中国在这20年当中 没有追上北美那个制度 信誉贷款 跟这个整体的制度 银行制度 国家的这个制度 没有大幅度的放债 没有大幅度的给你 就生活在债务上 所以这次的信誉破产 全世界是美国引起的 信誉破产 中国这次没有问题 是因为中国的制度 没有那么走的那么快 北美洲好多国家 制度越发达的国家 破产的越快 就是许识越大 像加拿大是一个保守的国家 所以加拿大受的许识最少 中国受的许识最少 那刚好是我们都受益了 现在中国的资产 突然间在金融风暴中 来了个Uter 北京的房价涨了一倍两倍 是吧 一倍半 加拿大的房价涨了20%去年 所以就把这个整个受益 就看得到了